МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншевал соеченников с Днем Конституции. За основным законом, який замацавау важнейшие принципы уладкования громадства и державы, связана реализация таких каштовностей, як законность, ровность, справедливость народа уладзе. Умацевание суверенной державности, досягнение громадской сгоды и социально-политической стабильности, непорывно связанное с конституционным правом беларуского народа, вызначать свой лёс и примать наибольш важные решения, говорится у Веншаванни. Керавник державы выказал упевненность, что и у дальнейшем удосконаление конституционной демократы, якое, отповедая сучасным потребностям развития Республики Беларусь, повинно будаваться у першую чергу з уликами интересов як особного человека, так и громадства у целым. Александр Лукашенко пожадал сугромадянам здоровья, счастья и поспехов во всех починаниях на корысть нашей родимы. Пашпарты з рук представников органов улады и депутатов. По час акции «Мы, грамадяне Беларуси» промеркованной до дня Конституции 30 сталиновитых хлопчиков и девчонок зусею Гомельской области отримали свои головные документы на сцене Громадско-культурного центра. На хвалюючай падзей побывала Марина Джалая. Все, как в этой песне – «Робить отсюда» и «Жить с усмешкой». Минавито с таким настроем самые одоранные, мытанакерованные, упевненные у своих силах в учни отримали национальные пашпарты Республики Беларусь. Хлопчики и девчонки хвалявались не только на сцене, а и подчас интервью. Бояны – лепши из лепших. А Малюсе – один, и о кого отправили представлять свой район. На камеру яны давали свои первые обещания в якости полновартостных грамадян краины. У меня отличное настроение. Это большая ответственность – получить паспорт для жажданина Республики Беларусь, ведь мы уже не имеем права на ошибку, и мы имеем такие же права, как и у взрослых. Легкое волнение есть, но настроение очень хорошее, приятно, что меня сюда пригласили. Чувствую, что я становлюсь взрослее, и что больше возлагается ответственность. Кожаного нового громадянина Беларуси представляли на сцене, пероричивали перемоги в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных споборницах, означали уделы громадским життежколы и района, лекарами их уластных таллинтов и сдольностей. За спиной кожаного – карпатливая праца наставников, тренеров, выховальников, любовь и подтримка батьков. Передавать поколение у поколений только лепше, а в этом так самой шла размова на сегодняшнем святе. Торжественно отмечаем право своего выбора, право своего мнения. И здесь очень важно преемственность поколения, мы должны сохранить все то, что у нас было, и преумножить в том числе с нашими молодыми талантами, которые сегодня собрались в этом зале. А для хлопчиков и девочинок свято стало не только кроком удоросла життё, повеличением кола их правов и махчимостей. Гэта и момент наступления великой отказности за свои учинки, думки и приоритеты. Наверняка им сегодняшнее событие будет иметь какую-то особую значимость для будущего, такое впечатление, что такое страна, потому что дети – это наше будущее. Мы очень много вкладываем в их развитие, и глава государства определяет особое внимание для развития нашего младшего поколения, потому что это будущее страны. А кроме пашпорта, хлопчики и девчинки отримали у подарона Конституцию, малевничное иллюстрованное выдание «Я грамадянин Республики Беларусь», привитальный адрес и сувениры. Урочистые мероприемства и умежах акций «Мы, грамадяне Беларуси» прошли сегодня у каждом районе Гомельской области. Свои головные документы отримали больше 350 хлопчиков и девчинок. Марина Джала, Игорь Марышенко, Телера, Деокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля прошло выездное посяджение постоянной комиссии национального схода Республики Беларусь по пытаниях экологии, природокористания и ликвидации наступства у катастрофы на ЧАЭС. На парадку дня удоскональвание Лесного кодекса. Какие изменения планыются унести в этот документ и чем выкликаны нововведения, ведая Олег Синцерову. Необходность корректировки Лесного кодекса отломаться, прежде всего, природными аномалиями а позже годов, в початку массового сходня елок. Два годы тому ураганные ветры, в вынику яких пришлось шпиловать древы на маль 16 тысяч гектаров. Еще 26 тысяч высекли летость, когда сосновое насаджение поразил вершины караед. Его массовое распространение ученые отломачить недокопом вильгате, ку-совезе, с чем древы оказались ослабленными. До речи, подобное нашестя караедов в Беларуси означалось в середине 30-х годов минулого ста годя. Что 30-х годов, то в Институте лесу прогнозируют стабилизацию становища, или многое будет задерживать от сегодняшних климатических умов. Количество и численность караедов должна или она стабилизироваться, или уже немножко даже и снизиться, потому что вот такой эффект. Конечно, если не изменятся природные условия, то, что вот сегодня у нас зима достаточно такая, много снега, значит, будет много влаги, повысится влага, это хорошо. Но должна быть еще и летняя температура, потому что аномально высокие температуры тоже вызывают отрицательный стресс у деревьев. До середины кроссовика лесгазы повинны спиловать еще 4 тысячи гектаров пошкодженных насаджений. Приклады штаты ученые пошлить и масштабный мониторинг колькости насекомых в усих лесах краины. Отповедные феропастки, распространенные белорусскими учеными, прошли практичную апробацию. Об масштабах экологичного бедства можно мерковать по таких прикладах. В Институте доходится 45 тысяч вершинных караедов. Их зловили с допомогой 15 феромонных пасток усягу за 2 тыни. Цей еще один приклад. На этой гарнице древа ученые нашли 160 караедов, 110 за этих самки. Перед принятием закона об корректировке лесного кодекса депутаты мают на мер выслухать пропоновую усих затекавленных боков. По околе, действующий документ часто не дозволяя примать оперативное решение при назначенных ситуациях, что приводит до додатковых экономичных страт и экологичных проблем. Теперь многие положения будут перегляджены. Прежде всего, это упрощение порядка отпуска древесины с поврежденных участков, чтобы снять все административные ненужные барьеры, отбросить их, чтобы население могло спокойно, свободно заготавливать дрова для собственных нужд. Сегодня университет Лесу Национальной Академии Наук скажут об необходности проведения масштабных генетичных мониторингов белорусских лесов, что дозволит заховать их генетичную разностайность. Уже зарастут створенный генетичный банк лесных пород, який можно выкрыстовывать при закладе новых плантаций, причем это будут древы больше устойливые до климатичных аномалий. Совместно со всеми, с Министерством лесного хозяйства, Министерством природных ресурсов и охраной окружающей среды, другими заинтересованными ведомствами, внести те нормы, которые позволят, прежде всего, сохранить биологическую устойчивость нашего леса и, конечно же, эффективность лесной отрасли. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Старшиня комитета державного контроля Гомельской области Александра Трощенко и прокурор в области Виктор Морозов сегодня провели суместный прием граждан по особистых питаниях. На встречу с загадой записалось около 30 человек и заявленный одной годиной прием не обмежавался. Подребязности далее в сюжете. Прием распочался на 15 хвилин ранее запланованного. У Чарзе под кабинетом уже 11 человек. Каждый пришел за допомогой у выращения особистых питаний, у некоторых на руках множество документов. По колькости папер можно заразуметь, сколько инстанций уже довелось пройти. Однако отказ таки не был узнайзен. Прием граждан это такой инструмент, через который мы определяем не только и помогаем решать людям имеющиеся у них проблемы, но также и оцениваем работу государственных органов. 80% поступивших в комитет государственного контроля обращений в прошлом году это обращения связанные с работой и местных органов власти и предприятий и организаций области. И эти вопросы должны были быть решены там. Проблемное питание, что узнимались громадянами подчас приема, навыть нельга объеднать у категории. Усе дычались о разных сфер життя. До прикладу Гомельчанка пришла с просьбой разобраться в несправедливом размирковании нового земельного участка на территории гаражного кооператива в центральном районе Гомеля. Новобудовли для автомобилей по ее словах там узвозят громадяне, которые не значатся в официйной чарзе и навыть более ужимают у кооперативе один и несколько гаражов. Заворот у розной инстанции не дали выникал. Нигде никаких документов подтверждающих, что это законно, нет. Наоборот, это противозаконно. Поэтому мы просим внимательно это все рассмотреть и, пожалуйста, помогите нам. Чекать до помогу долго не пришлось, а отказ женщина отримала одразу на месте. Прокуратурой города 12 марта указанное постановление отменено с одновременным возобновлением проверки для организации которой материал направлен начальника ОВД центрального района. О результатах мы вас увидели. Поэтому мы считаем, что орган внутренних дел до конца не разобрался, проверка проведена неполно и ваши доводы справедливые. На прием приехали и Жахариин, Жахарадов в области. Мужчина-зречицы трапил у дивную ситуацию, яка с часом перетворилась у без конца кола ходжения по инстанциях. Его притягнули до администрации на отказности за отсутность фликера. Протокол был складен 30 листопада 2016 года, а минавито в этот день мужчины не было в городе. И на то и есть доказы. Вот у меня билетка и остальные факты, которые следят за тем, что вообще на территории Беларуси меня не было. Справа навыть дайшла до суда, однако там з'явилась новая дата правопорушения и клубок знову заблитався. Прокурор в області вирушил допомог, чипа ставить коробку у этой справе и взял зворот на особистий контроль. Не всегда на первичном уровне принимаются основные решения, а потом уже начинается переписка и то первое решение, которое принималось, я еще раз говорю, можно сегодня подвергать сомнение. Поэтому вот задача нашего областного уровня чиновников досконально разобраться, а правильно ли поступили с гражданином вот те инстанции, которые изначально рассматривали его обращение. Евгения Кухаронак, Михаил Рабко, у телерадио компания «Гомель». Сегодня у Гомеля пройшел урочистый сход, присвяченный стагодзе внутренних войск у Министерства внутренних справ Республики Беларусь. Свою гисторию яны отличывают с сакавика 1918 года, коли мясовые отрады народных комиссариятов были объединены у боевые отрады у Сиросийской надзвычайной комиссии. Разом с военнослужащими гисторию узгадали и наши корреспонденты. Войске внутренней Аховы, войске внутренней службы, конвойная варта. За 100-годовую гисторию сучасные внутренние войск змянили некальки назвов, але их задача завсюды заставалась незменной внутренняя обеспека краины. Непосредственно у Гомеля на початку 1990 года был створен специальный батальон милиции. Ци войсковая часть 55-25. Сегодня Витрану згадывать было зусибня просто, але свои задачи подразделение завсюду виконывало. Хоть умовы были практически спартанскими, а узровень злочинности куда больше высоким, чем зараз. По бытовым условиям, ну, сейчас души есть, сейчас есть стиральные машины. В наше время, конечно, такого не было. У нас была холодная вода, стиральная машина не была. Баня, как всегда, была раз в неделю. Вот, ну, сейчас, конечно, намного существеннее и лучше. Девчонки, сейчас 6-я особенная специальная милицейская бригада была сформирована в 2064 году. По часу расистности военнослужащие узгадывают историю своей части и отримывают у знагороды. Нагрудные знаки за самоданную службу, гоноровые грамоты командующего внутренными войсками, юбилейный медаль 100 годов внутренним войскам. Только в минулом году особистым составом войсковой части затримано больше 13 тысяч правопорушальников. Звыше 300 разов на объекты выезжала саперно-перотехническая группа. Знижено около 700 выбухово-небеспечных предметов. Это наш передовой отряд, который обеспечивает вопросы охраны общественного порядка, вопросы взаимодействия, профилактики, раскрытия преступлений и других ряды служебных вопросов. Сравнивая с другими, дальним, ближним зарубежьем, я оцениваю, что наш профессионализм внутренних войск намного выше. С праздником, дорогие, уважаемые представители внутренних войск. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерайдо, компания Гомель. Сегодня в Гомельском Державном медицинском университете отбылось размеркование выпускников. В работе комиссии принял удел министр страхов и здоровья Беларуси Валерий Малашко. Он означал, что вселетние выпускники полностью закрыют кадровые пытания Украине. Все лето в учебу завершают 527 студентов, 452 человеки лечебный факультет и 75 медико-диагностичные. Вызначающи их первое операционное место, комиссия уличивала в учебную поспеховость, уделу науково-доследчие деяности, семейное становище и место жихарства. Уличивались и особистые пожадания. Увыннику размеркования 58% выпускников накировано в больнице и поликлинике Гомельщины. Самые запотребованные специальности урача гульной практики и худкой допомоги акушер-гинеколог и педиатр. Да, я очень довольна своим распределением. Я попала именно туда, куда я хотела изначально. Это то, что мне нравится, то, к чему у меня лежит душа, то, что у меня получается. Я в свое время выиграла олимпиаду по акушерству и гинекологии. Так что думаю, да, в этом направлении у меня все получится. Самое важное для меня на первом месте работы, чтобы я нормально сработалась с коллективом, потому что от этого уже будет зависеть, нравится мне или не нравится работать. Смогу ли я продолжать свою научную работу, свои практические разработки? Понимая, что Гомельская детская областная больница вступит в строй и корпуса увеличат свои площади в пять практически раз, соответственно, и штатное расписание и те технологии, которые будут развернуты на базе детской областной больницы, будут требовать дополнительного персонала. Поэтому мы осуществляли подготовку медицинского персонала, постдипломного, который сегодня работает в учреждениях здравоохранения Гомельской области, в том числе и дополнительно сегодня предусмотрим распределение врачей в это учреждение здравоохранения. До речи, с этого года выпускники медицинских ВНУ могут накероваться и у иншие ведомства, которым потребен урачебный персонал, например, силовые структури, установы и эдукации и спорту. После адвоката, которая получилась на этот день, до нас снова вертаются морозы. На выходные дни синоптики прогнозуют снижение температуры поветра до 9 градусов ниже за 0 в день и до 17 в ночи. В пятницу 16-го соковика на территории в области будет переважно без опадков, только по повдне пройдет невеликий снег. В ночи будет от 3 до 8 градусов мороза, в день от 1 до 6. В субботу ждет снег, местами мощный с мятелицей. Дескомфорт туда даст порывистый ветер. На особных участках дорог заховается гололюдзица. Температура поветра у ночи опустится до 8-13 градусов морозу, в день прогнозуется от минус 4 до минус 9. В неделю 18-го соковика заховается холодная, переважно без опадков надворья. Температура поветра у ночи складе 12-17 градусов ниже за 0 в день от минус 1 до минус 6. Гэты, а таксама иншая новинны вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитвуюся. Добрых вам новиннов и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Заложенные сообщения о минировании мясокомбината суд Новобелецкого района приговорил гомельчанина к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Напомним, 21 декабря 40-летний житель Гомеля, находясь на одном из рынков города, в нетрезвом состоянии попросил у продавца телефон. Мужчина набрал спецлинию 102 и сообщил, о заминировании гомельского мясокомбината. Работа предприятия на время была приостановлена. На место выехали саперы, несколько машин МЧС, медики и спецслужбы. Было эвакуировано свыше 100 работников из трех административных зданий, но взрывное устройство так и не обнаружили. Милиция приступила к поиску телефонного террориста. На подозреваемого вышли в тот же день и задержали по месту жительства. Мужчину доставили в изолятор РОВД, в котором, протрезвев, мужчина сознался в содеянном. За ложное сообщение о готовящемся взрыве было возбуждено уголовное дело. Задержанный объяснил, что желание остановить работу предприятия обусловлено тем, что там трудится его жена, которая нередко задерживается на производстве. Мужчине хотелось, чтобы она возвращалась домой пораньше. Согласно приговору суданного Белецкого района города Гомеля, обвиняемый признан виновным в совершении заведовавого ложного сообщения о готовящемся взрыве и на основании части 1 статьи 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также к нему применены принудительные меры безопасности и лечения от алкоголизма по месту жительства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Осужденный полностью признал вину и сказал, что осознавал последствия своего поступка. Накануне спасатели Гомельского городского дела по чрезвычайным ситуациям тушили пожар в квартире на улице Максима Богдановича. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома наблюдалось задымление. На кровати в бессознательном состоянии был обнаружен хозяин квартиры 1969 года рождения. Мужчина был вынесен на чистый воздух, передан работникам скорой медицинской помощи и после осмотра которыми госпитализирован с предварительным диагнозом отравления продуктами горения в медицинское учреждение. Пожар ликвидирован. Его причина устанавливается. Одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении. Несчастный случай произошел в поселке Красное Знамя Будокошелевского района. Житель соседней деревни Уза на личном тракторе привез населенный пункт дрова для топки. При разгрузке прицепа с деревянными обрезками одна из пачек упала на тракториста. Мужчина умер от полученных травм до приезда скорой помощи. Будокошелевским РСК проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В группе А мужского чемпионата Беларуси по гонболу сыгран очередной тур. Фавориты ожидаемо победили. БГК имени Мешкова на паркете Брестского дворца спорта Виктория крупно обыграл могилевскую команду Машеком 41-21. Гомель на домашней площадке не смог навязать борьбу столичному СКА. Подопечные Сергея Цыганкова уже к перерыву уступали минус 8-12-20. После перерыва кардинальных изменений на площадке не произошло. Гости уверенно контролировали ход игры. А вот у хозяев получалось мало. На втором тайме Менчане увеличили свой отрыв еще на 8 точных бросков. Если брать защиту, то точно ничего у нас не получилось. Учитывая, что по 20 мячей практически пропустили за каждый тайм. Учитывая нападения, отдельные моменты, которые наигрывали на последних 10 дней, то есть положительные. Работу над ошибками команде Сергея Цыганкова надо провести оперативно. Ведь уже в субботу предстоит поединок с могилевской командой Машека. Чтобы еще увереннее обосноваться на третьей строке турнирной таблицы, гомельчанам обязательно нужно побеждать. Неман повел 2-0 в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге против Динамо Молодечна. Накануне гродненская команда обыграла Зубров 5-0. Сегодня борьбу за путевку в финал начнут столичные юности Солигорский шахтер. Для команд, оставшихся в стороне от медальных разборок, сезон еще не закончен. 17 марта стартует Кубок развития. Участие в турнире примут 8 дружин, в том числе Гомель и Жлобинский металлург. Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого и выявят победителя. Рыси и Столивары начнут Кубок развития очным поединком. Матч состоится в Гомеле в субботу 17 марта. Начало в 13.00. В Варшаве проходит 35-й международный турнир по боксу памяти Феликса Штамма. В составе белорусской команды в Польшу отправились шесть боксеров. Среди них три представителя нашего региона. Это Максим Веслоух, Вадим Панков и Юлия Апанасович. Парни выступления на турнире завершили на стадии четвертьфиналов. Веслоух и Панков заняли итоговые пятые места. А вот единственная представительница Беларуси в женской части состязаний Юлия Апанасович уже гарантировала себе бронзовую награду. И у нее есть шанс и подняться на более высокую ступень пьедестала. В полуфинале белорусская встретится с филиппинкой Нести Петекио. Отмечу, что в 35-м международном турнире по боксу памяти Феликса Штамма принимают участие более 190 атлетов из 27 стран. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова